После команды огонь. Вверху компьютер считает очки. На самом деле стрелять я не умею. В первый раз целилась в мишень виртуальную. Однако, как оказалось, главное понять принцип, а там уж дело практики. И уже во второй раз результат оказался достойный – 3100 очков. Можно стрелять в обе мишени, но здесь компьютер засчитывает больше очков, когда мишень находится на максимальном удалении от огневого рубежа. И получается так, что если стрелять по второй, то она будет ближе к огневому рубежу и очков будет меньше. Здесь считается удаленность мишени, скорострельность и, соответственно, точность. Но в ТИР сегодня мы пришли не просто пострелять. Здесь состоялся этап городской спартакиады между командами, представляющими различные силовые структуры. В Национальной гвардии две команды отдела медицинской охраны и воинской части 3684 ГИБДД, команда вагоностроительного завода, команда боевого братства и команда губернаторского автомобильно-электромеханического техникума. Сначала каждый участник сделал по две тренировочные серии выстрелов, а затем две серии на зачёт. По сегодняшним соревнованиям первое место заняли команда воинской части 3684, второе место команда боевого братства и третье место команда отдела медицинской охраны. Это спартакиада, в которой участвуют настоящие мужчины, приурочена к Дню Защитника Отечества. Поэтому как без поздравлений, хоть и немного раньше положенного времени. Как раз и турнир в преддверии Дня Защитника Отечества проводится и посвящён он Дню Защитника Отечества. И используя момент, я хотел бы поздравить с этим мужским праздником всех тех, кто имеет непосредственное отношение на сегодняшний день к защите Отечества, тех, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, правоохранительных органов и также защищал наше государство. Хочу пожелать всем здоровья, успехов, достатка и всего самого-самого хорошего в жизни.